Привет всем! Меня зовут Полина, и сегодня я снимаю свое самое первое видео на YouTube на тему красота и здоровья и ухода за собой. Сегодня я хочу посвятить свое видео моим тональным основам. Начнем, наверное, с вот такой основы. Это основа от Maybelline, афинитон, вот в такой вот она упаковочке. Что о ней я могу вам сказать? Эта основа позиционируется как совершенное покрытие и совершенный тон. Но ложится она, конечно, хорошо, но она абсолютно нестойкая. То есть держится она приблизительно часа 3-4 на коже, потом начинает сползать. Также у нее очень маслянистая консистенция, она не очень здорово ложится на кожу. Выглядит она вот таким вот образом, вот так вот она размазывается, и получается вот такое вот маслянистое покрытие. То есть она очень масляная, очень жирная и не очень приятная на ощупь. И она еще и очень жидкая. Вторая основа, о которой я хочу вам рассказать, это от фирмы Revlon, Revlon Photo Ready. Она у меня в оттенке 003 Shell Coquilage. Очень светлый такой оттенок, тем более он третий, ни первый, ни второй, но он очень светлый. Эта основа позиционируется как основа для фотосессий. Она содержит светоотражающие частицы и очень прекрасно будет выглядеть на сухой коже. Но она абсолютно не для жирной кожи. Держится она прекрасно тоже часа 4. Просто идеально на фото она выглядит очень красиво. То есть для фотосессий я вам ее посоветую. Тем более Revlon это очень такая хорошая косметика достаточно. Но потом она тоже начинает ползать. Но она, конечно, выглядит намного лучше, чем основа от Maybelline, которая была самой первой. Сейчас я вам покажу, как она выглядит в сравнении. Вот так вот выглядит Revlon основа. Вот она очень светленькая такая на моей коже кажется. Но она очень хорошо подстраивается под тон кожи. Вот так вот выглядят они в сравнении. Но она подстраивается через какое-то время, через несколько минут. Она дает блестящий финиш. Та основа, которая от Maybelline, она дает матовый финиш. И последняя, третья основа, это тоже Maybelline, 24 часа, а финитон, совершенный тон. О ней очень много было сказано на ютубе. И что я могу к этому добавить? Что эта основа, да, действительно стойкая. Она отличается от вот этих двух предыдущих с твоей стойкостью. Но она при своем нанесении, она имеет очень огромный минус. Она дает очень сильный розовый цвет кожи. То есть в помещении этот тон смотрится идеально. Кожа очень ровная, очень красивый цвет. Но при выходе на улицу на солнечный цвет кожа становится такого поросячего цвета, наверное. И это не очень здорово, смотрится не натурально абсолютно. Хотя основа для клуба, для какого-то, допустим, в помещении, в темном, либо вот при искусственном свете, она будет смотреться очень хорошо. В принципе, дает матовое покрытие и очень стойко. И действительно продержится весь рабочий день, это точно. Может даже больше. То есть часов 12, и заявлено 24, она продержится точно стабильно. Но единственный минус, и, наверное, самый главный для меня, это в ее подтоне розовом. Поэтому мне она абсолютно не подходит. Вот купила и не знаю, что с ней теперь делать. Вот такая основа. Могу показать свотч. Будем смотреть в сравнении с первым мейбелином. Вот такой цвет у нее. Шелушение она, в принципе, не подчеркивает. Вот такая разница. Видите, что она дает очень розовый цвет. Такой прям розовый-розовый. Поросячий-розовый. Но ложится, в принципе, нормально. Советую, если будете использовать ее в помещении, при искусственном цвете, она очень стойкая, очень долго продержится. Ну вот, в принципе, это был обзор о моих тональных средствах. Планирую еще купить средство К3 с тонального основы. Очень много о ней слышала на ютубе. Вот куплю. Посмотрим. Сделаем следующее видео. Ну, а теперь всем пока. До новых встреч.